В этом ролике покажу вам весь ремонт от начала и до конца. На бетонной участке мы будем использовать еще очень важный момент. Обязательно сбивайте штукатурку от застройщика. Очень важно защитить дверные проемы, но на этой квартире мы сделали небольшое исключение. Приедем на эту квартиру, когда электрика и сантехника будут готовы. По поводу демпферной ленты. Вот смотрите, мы специально ничего не подрезали. Это очень важно, потому что еще на этом этапе можно что-то поправить. Обязательно делаем вот такие вот демпферные швы на углах. Это сделано для того, чтобы... Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в жилом комплексе Парк Легенд. Это квартира площадью 46 квадратных метров. Ремонт будем делать по нашему дизайн-проекту. И в этом ролике покажу вам весь ремонт от начала и до конца. Пока я был в отпуске, ребята уже возвели перегородки. И сейчас завозим материал для механизированной штукатурки. Вот наша станция. Штукатурить будем штукатуркой на гипсовой основе КНАУФ МП-75. Перед этим прогрунтуем все стены. Вот как раз грунтовка КНАУФ МИТЕЛЬГРУНТ. Она разводится в специальные пропорции для нанесения на газобетонный блок. На бетонной участке мы будем использовать бетоноконтакт старателя. Еще очень важный момент. Мы сбили штукатурку от застройщика под отопительными приборами. Мы их сняли. И вот видите, этот участок был уже оштукатурен. Обязательно сбивайте штукатурку от застройщика. Неизвестно, какого качества она была. Поэтому лучше все это сбить, прогрунтовать и заново перештукатурить. Приедем на эту квартиру, когда штукатурка будет готова. Закончили штукатурные работы. Сейчас штукатурка сохнет, набирает прочность. Где-то недельку она отдохнет. Мы сейчас включили осушитель для того, чтобы понизить уровень влажности. Очень важно, чтобы это была не тепловая пушка, а именно осушитель. Она высасывает влагу из воздуха и сливаем ее в систему канализации. Вот видите, здесь еще мокро, а здесь уже высохло. Вот так выглядит оштукатуренная квартира. В санузле у нас влагостойкая штукатурка. Через неделю приступим к монтажу электрики и сантехники. Очень важно защитить дверные проемы от появления диагональных трещин. Вот видите, при помощи базальтовой сетки на этапе штукатурных работ мы интегрируем сетку в штукатурку, чтобы не было вот таких вот диагональных трещин на каждом проеме. Вы знаете, что мы строим стены из газобетонного блока толщиной 100 мм, но на этой квартире мы сделали небольшое исключение. Вот здесь вот у нас ниша. Здесь будет стоять стиральная и сушильная машина. И здесь нам нужно было расстояние 62 см. Мы никак не помещались, эту стену мы не могли сдвинуть вправо, потому что здесь уже стена заезжала на входную дверь, поэтому этот блок мы взяли 75 мм. То есть изначально здесь должна была быть сотка, но по размерам, чтобы здесь все были углы 90, у нас не выходил этот размер, поэтому взяли 75-й блок, только одну эту стену. И здесь у нас уже все по размерам получилось. Так можно делать, поэтому если у вас не хватает несколько сантиметров, то меняйте блок на 75-й и у вас все получится. Приедем на эту квартиру, когда электрика и сантехника будут готовы. Итак, работы по инженерному ремонту закончены. Я хотел приехать после электрики и сантехники, но ребята так быстро все сделали, что успели сделать еще и полусухую стяжку. Сейчас пройдемся по квартире и покажу, что получилось. Электрика у нас выполнена вся по потолку в серой ПВХ-гофре. Монтируем мы ее к потолку на клипсах. Желательно, чтобы это была и гофра ДКС, и клипсы ДКС. Тогда у вас гофра никогда не выпадет из седла и, соответственно, не ляжет на ваш натяжной потолок или потолок из ГКЛ. После монтажа электрики сразу ставите самые дешевые розетки и выключатели для того, чтобы проверить работоспособность всей системы. Вот, пожалуйста, включение-выключение света. И так вот по всей квартире розетки и выключатели, там, где у вас должна висеть люстра или бра, вешаете лампочку, патрон и так вот по всей квартире проверяете, как у вас работает освещение. Это очень важно, потому что еще на этом этапе можно что-то поправить. Потом это будет просто намного дороже и дольше. Это затормозит весь процесс ремонта. По наполнению водомерного узла все просто. Коллектор на холодную и горячую воду, проточный водонагреватель, система защиты от протечек, магистральный фильтр, фильтра тонкой очистки и водные краны. Теперь пару слов про устройство полусухой стяжки. Обязательно делаем вот такие вот демпферные швы на углах. Это сделано для того, чтобы сократить напряжение, когда стяжка высыхает и избежать появления трещин. Дальше по поводу демпферной ленты. Вот смотрите, мы специально ничего не подрезали, чтобы вы видели, как это должно в итоге получиться. У нас есть демпферная лента. Обязательно ее делаем. Неважно у вас полусухая стяжка или мокрая, демпферная лента должна быть. И дальше шума нет у вас выходит так же, как и демпферная лента. Делаете припуск там 10-15 сантиметров и после чего уже малярным ножом подрезаете. Вот такая комбинация шума нет и демпферной ленты позволяет сократить напряжение в стяжке, уменьшить вероятность появления трещин, а также хорошо с точки зрения шумоизоляции. То есть стены у вас отделены от стяжки. Щиток у нас накладной, расположился в коридоре. Он закроется полностью мебелью. Его будет не видно. Чуть позже мы уже подпишем каждого потребителя, чтобы понимать, какой автомат за что отвечает. Вот такой инженерный ремонт получился у нашего подписчика. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!